смотрите что я нашла это сухие книжки засушенные разные листочки коллекция уже стала моя такая вот интересная вот на самом деле я все это собирал черный рис странный должен быть наверное дима что же ты понес это с этой штучкой отдай вот собирала ли эту коллекцию для того чтобы вместе с вами их наклеить куда-нибудь есть всякие аппликации тому короче вот это вот все такое диме конечно же не дам мне быстро сломает разные цветочки и вот она до сих пор все лежит лежит у меня лежит но она наверно где-то год есть побольше даже вот такая коллекция у меня вообще в принципе когда-то очень давно мама мне это знаешь можно эти листочки засушить в книжке мы с ней вместе собрали где-то в саду там каком-то парке засушили и все мама дальше не рассказала что с ними можно сделать у меня так и в голове отложилось ей с годы в год в детстве все засушивала засушивала эти листочки засушивала у меня коллекция стала собираться потом он человек коллекционировать уже какой-то момент потом я поняла то что если хранить очень очень сложно и они просто стали мне где-то там лежать 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 вот и вот так у меня осталось то есть как выступает осень я начинаю вот их всех засушивать вот и хочу вместе с вами не знаю будет ли вам это интересно сделать аппликацию что-нибудь такое надо придумать обязательно напишите в комментариях будет или нет вам интересно достала эту папку открываю здесь оказывается спрятаны мои лопаточка тебя прятала от свекрови видимо когда ты забыла их существование если честно уже просто когда начинаешь все прятать уже прячешь просто попад и потом по случайности находишь кстати хорошая очень вещь у меня такой второй уже набор первые у мамы просто были сами они маленькие такие довольно интересно вот и тут я смотрю что это у меня тут такая папка непонятно с чем тут вот по моему кстати вот это вот газета здесь каталог продукции 2011 года люж-луж-луж-луж-луж-луж что-ли где мы тут как раз не крема там всякие ванны для вас а для соль для ванночки там не знаю еще что-то мыло всякие короче ее оставила потому что там по-моему то ли рецепты есть то ли составы что-то такое кстати недавно про нее вспоминала вот а тут ба они все тут открылись офигеть какие-то господи короче тут мне надо еще перебирать много какие-то записки я думаю я помню что от всех журналов уже просто избавлялась потому что когда-то мне казалось что кучу журналов иметь это круто это супер всегда можно посмотреть сейчас я конечно уже так не думаю проще всего либо записывать какой-то свой рецепт дима куда пошел да да либо записывать либо просто иметь книги потому что так проще чем вспоминать в каком журнале я видела ну вырезать честно это немножечко не мое вырезать наклеивать куда-то там склеивать с одной стороны один рецепт с другой стороны другой рецепт или создавать какой-то типа журнал вы не знаю короче напишите в комментариях как делаете вы ой блин вот они все я думала я от них избавилась тут кстати вот наклейки интересные когда-то покупала блин только кошка лиза блин а ну вот кстати были мой ребенок такая такие журналы выходили сначала я думала покупать буду а потом я так подумал боже думаю сколько много будет просто кошмар я не купила больше не стало ну вот родители тут тоже есть кое-что написано интересное так это что такое у нас книжка нам подарили нашей детской поликлиники кстати я искала недавно думаю куда она могла деться так дима ты куда пошел ты куда пошел ну-ка 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 нельзя 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 вот я чуть-чуть разгребла сейчас мы закроем ну вот опять же родители ах какой шоу ну да это я наверное все уберу а ну и вот кстати я тоже искала недавно блин куда они подевались в принципе на ней эту папку даже и разберу сегодня что-то я выкину что-то не замор даже вырезать не можно опять складывать их файлы как то их там склеивать между собой чтобы что-то подобно книжки получилось не знаю выписать обычно выписываю не вернее не выписываю готового если мне понравилось то я записываю свою кулинарную книжку но обычно последнее время я просто забываем да вот тут кстати я уже вижу моя маленькая коллекция часть у нас раньше такие были билетики точно давно лет пять назад было больше шесть лет назад и у меня есть маленькая коллекция которую тоже нужно будет положить как положено какие-то специальные места вот не буду вас задерживать буду разгребать дима конечно же хулиганит хулиганит да у него тоже свои приятные хлопоты домашние наконец-то нашла эту книгу книжка это скорее журнал здесь нарисованы все зубки когда они должны вырезать и такие вот маленькие квадратики когда вырезали зубки у вашего малыша ну наверное месяцев писать я так думаю здесь надо честно говоря хотела сделать для димочки написать дней потом там ну не дней нет месяцев недель месяцев вот так вот и потом когда у димочки будет уже свой ребенок то есть эту страничку сохранить и потом сравнивать у диминого ребеночка конечно это не скоро будет как вылазить зубы насколько это приближенное наверное к тому как было у димы то есть ну что-то вот типа такого вот как то так короче вот ну или просто сравнивать когда там вылазили зубки у диминой сестренки например потому что дима у нас начал разговаривать например очень рано вот пошел рано как бы сидел тоже немножечко рано физически он развивается очень начал развиваться очень рано вот и умственно рано то допустим димина сестра двоюродная уже немножечко по-другому хотя девочки конечно быстрее развиваются он разговаривает начал довольно рано да и пошел рано да дима я очень умный мальчик давай давай складывай кстати игрушка из фикс прайса но что-то мы такую вторую штучку потеряли что-то я не могу найти видать ее дима куда-то запульнул еще вчера был полный мешочек сложенный сегодня уже нет журналы короче все повытаскивала вот пачка файлов это вот я наверно просто отдам кому-нибудь выкину не выкину просто отдам буду собирать на мешок хлама и просто не знаю ли может выкину проще конечно отнести на самом деле да кстати проще отнести на помойку потому что это надо сфотографировать потом это выкладываешь в контакте в группу отдаешь бесплатно потом тебе пишет человек ты его целый день сидишь ждешь как на иголках а в итоге он просто не приходит ты отменяешь все свои дела допустим куда-то там магазин надо сходить ой ой дим ты чего а в итоге он просто берет и не приходит то есть а ты сидишь ждешь хотя конечно хочется отдать человеку которому реально это нужно но в итоге так всегда получается что ты там делаешь нашла еще такую штучку обклеивала я ее пленкой из фикс прайса красивенькая тут у меня сразу целебные напитки это вот из отрывного календарика разные вот они целебные мне все это очень нравится травоведение все это изучать а даже нет не приклеены они даже на забыл как это называется короче поняли вот так взятые приклеены поем едим и лечимся а пьем едим и едем пьем едим и лечимся тоже такие же вот ну конечно вот эти вот можно было бы красивее сделать ну ладно кориандр тут вот чем он полезен вот кстати написано тут все витамины какие вот там есть ну что ты колдуешь что ли дим ты колдуешь да вот все тут кориандр куркума там конечно я все это не читаю особо имбирь ну вот когда нибудь понадобится мне вот он тиньян то есть вообще я помню все это раскладывала магические свойства растений магические да магические ну вот да тут тоже написано магические свойства и вот ну кстати у меня вот так вот идет вот ой да он у меня весь почти ооо да вообще навал ооо Мумиё кстати когда то это было очень распространенное А тут дальше идет... Ой, открылась. Что-то оторвалась тут. Такие вот журнальчики. Тоже очень их люблю. Когда ездила в Ашан, всегда брала их. Но почитать тоже особо было некогда. Кстати, май 17-го года даже. Выпуск 20-й. Они стоили где-то 11 рублей. Ну, стоили тогда. Сейчас я уже их не покупаю, потому что их много очень. Тоже вот они. Их полно. Вот она даже. Пустая. А тут еще журналы там по питанию. Ну, вот. Такое у меня. То, чем я люблю так заниматься. То, что мне нравится. Так. Ну и, конечно же, нашла такую штучку. Наверное, многие видели и знают, что это такое. Так, немножко. И той стороной я. Вот она, наша арт-терапия. Когда-то я покупала. Мне очень нравилось. Нравилось раскрашивать. Но это, конечно же, ненадолго все. Не знаю. По-моему, я там... А, ну здесь, кстати, вот написано. Все описано. Вот, по-моему, наверное, был первый журналчик. Да, вот. Я немножко раскрашила. Но мне это быстро надоело. Не люблю раскрашивать ломастерами, карандашами. Люблю только вот именно красками. Дима, сейчас ты унесешь. Ну и тут, конечно же, вот они. Да, Дима, господи! Вот они разные. Кстати, вот этот тут очень красивый. Все помнят. Не буду показывать. Смысла нет. Бегала когда-то за ними. Покупала там, по-моему, как-то два журнала. Я покупала. Мужчина скупил где-то очень-очень дешево. Перепродавал подороже. И поскольку я их не успела купить, куда-то я уезжала. Вот, видимо, в путешествие была. Не успела купить. Пришлось покупать дороже у этого мужчины. То есть такой у него был заработок. И плюс к этому он находился очень далеко. То есть на автобусе туда не доедешь. Туда не ходит транспорт от нас. Не ходил. Мне пришлось пешком идти, помню я. Запыхалась вся. Вдобавка опоздала. Он недовольный такой был. Естественно, второй раз я уже туда не пошла. Потому что он недовольный какой-то был. Уже, естественно, никто не пойдет. То есть надо было немножко как-то все это по-другому. То есть с улыбочкой. Тогда человек пойдет снова в этот магазинчик и так далее. И так далее. И так далее. Вот. Вот.